И прослушать статьи по финансовой грамотности. И мне в следующий раз расскажешь, в чем твоя безграмотность финансовая. Вот где у тебя упущенные возможности. А какие статьи, Катя, много же вот... Послушай в интернете, да пожалуйста, посмотри, почитай. Ну, их великое множество. Вот что тебе поинтуитивно откликается, да? Потому что, а то я тебе сейчас пришлю статью, как инвестировать в недвижимость. И ты скажешь, Катя, для меня не актуально, мне нет денег на это. Я тебе могу рассказать программу инвестиций в недвижимости в Майами, в Америке. Если у тебя есть хотя бы 300 тысяч, полмиллиона долларов, я тебе расскажу. У меня бойфренд занимается этим. Он строит виллы и делает потрясающие проекты для инвестиций в недвижимость. Ну, видишь, тебе не актуально, так зачем мне свое драгоценное время тратить на тебя? Да, согласна с этой должностью. Продолжай, что еще ты поняла. Подводим итог. Эту неделю я работаю, ну, ретриты создаю, попробую создать, написать статьи, попробую с той темой, которая мне отвлекается. И, в принципе, все. А, ну, да, конечно, там, как бы, в общем, все поняла. Понимаешь, ты все поняла, но проходит неделя, а у тебя результата, допустим, нет. А мне надо, чтобы у тебя был вот конкретный результат. Конкретный результат. И ты, пожалуйста, ты можешь консультировать онлайн, себя не ограничивать. И у тебя консультации могут быть прямо на те темы, которые мы сегодня осветили. Допустим, как избавиться от страха смерти, как пережить потери родственников, братьев. Вот это прям как посты писать, что ли, мне, вот эти маленькие брать, писать как посты, да, там, вот. Да, да, отражай в дневнике, я еще у тебя буду копировать и к себе в посты копировать. А дневник, попробуй создать, ничего сложного. Там у тебя гугл таблицы, я думаю, найду-ка. Создай, конечно, предложи свою форму, мы потом сделаем из этого чек-листы. У нас будут, это называется, планеры. Вот на что у тебя креатив работает, создавай. Это потом будет твоим учебным пособием, либо таким подспорьем к твоим онлайн-консультациям. А начинать с детства лучше? Или тоже как-как что пойдет? Начинай с той точки, где ты сейчас. Вот тебе пришла какая-то информация? Обработай ее. И за земли, за земли конкретной услугой. Сделай что-нибудь, что тебе принесет материальное благо. Да, точно. Согласна, вот откуда и надо идти, точно. Да. Сформируй предложение ретрита и его реализуй. У тебя должен быть результат. То есть, если твоя энергия ценная, то люди всегда откликнутся. Люди всегда откликнутся. Если ты мне скажешь, Катя, давай я тебе проведу вот такой ретрит, вот продай мне себя. Вот что ты мне можешь предложить? И поставь мне адекватную цену. А если ты мне еще скажешь за донейшн, либо по энергообмену, я скажу, давай. Вот давай, какую ты мне можешь предложить услугу по энергообмену? Со мной обменяться, например. И попроси. С тобой тоже видно. Ты такая напомнила, у тебя столько знаний. А у тебя еще больше на 10 лет. У тебя знаний. Ты мне снова продаешь свои ограничения. Я тебя попросила ко мне уважительно относиться и не продавать мне то, что мне не ценно. Больше мне услуги по самоограничениям не предлагай. Я у тебя их не куплю, я тебе уже сказала. Уважай меня, пожалуйста. Меня уважай. Я же к тебе уважительно отношусь. Смотри, как я нарядилась, включила камеру. Воспеваю тебя, восхваляю. Время тебе свое посвящаю. Видишь, какая я умничка. А почему ты мне предлагаешь то, что мне не нужно? Почему ты ко мне не уважительно относишься? Я тебе сказала, мне свои ограничения больше не декларируй. А ты продолжаешь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Лучше мне предложи свою услугу, которую я у тебя захочу купить. Давай, вот тебе звездный час. Потоки прокачать энергетические. Восходящие и нисходящие потоки. О, так, так, так. И что это такое? Расскажи-ка мне, как ты мне будешь потоки прокачивать. Давай, нисходящие и восходящие. Поподробнее.